Напомню, помните, да, про палец? Нам не нужно искать информацию, чтобы скопировать тех людей, в каком мы поле находимся выше, энергетически, да, людей. Нам не нужно учиться у этих миллионеров зарабатывать деньги. Просто подсознательно мы копируем вот это вот всё, что делают люди, которые выше уровня в чём-то, да. Это на уровне души, не на уровне ума, помните, да, с пальцем? Это не большой пальцем, это указательный. Мы всегда копируем, хотим мы этого или нет, всех людей, которые находятся рядом с нами. И тот уровень, на котором они находятся, мы копируем этот уровень. Если мы хотим денег, то нам просто придётся искать людей, у которых они есть. Поэтому все дамы подсознательно ищут мужчин интересных. Богатых, красивых, ещё каких-то, чтобы подпитаться. Это неплохо, искать человека, который круче, богаче. Это просто наш рост и расширение нашей ёмкости. Это у нас почему-то в обществе осуждать принятых людей, да. Ой, она от меня хочет только денег. Да не денег она хочет. Её душа стремится расширение ёмкости. Нам достаточно просто находиться в поле тех людей с таким уровнем, до которого мы хотим вырасти. Поэтому на курсах на своих я очень сильно опустошаюсь, когда ко мне приходят ныть с проблемами, решать их. Я как выжатый лимон. Но я тоже получаю в этом опыт, прорабатывая шаблоны мышления, работая с людьми, да, я себя прорабатываю, стараюсь не сливаться. Все хотят моего поля. Мне очень понравилось сейчас, у меня на курсе 27 человек, а я с менеджером 26. И 4 человека просто вступили в чат и уже написали, какие чудеса с ними произошли и говорят, неужели это твоё поле? Да, оно работает так. И оно работает. И если вы смотрели предыдущий эфир, то сейчас вам понятно, о чём я говорю. Это продолжение, часть 2. Мы не отдаём свою энергию. Мы расширяем своё принятие, свою ёмкость. Чувствуем пустошение, потому что в большом сосуде, ну вот мы, допустим, вода, да, мы стали уже не кружкой, а кувшином. И, естественно, ёмкость водой заполнена. Ну если стакан был полный, мы чувствовали себя полными. А тут мы расширили свою ёмкость. Воды стало, ну столько же, сколько и было. А всё остальное пустота. И мы чувствуем пустоту. Ну не стоит этому пугаться. Значит, вы расширились. Просто вы расширились. И теперь вам нужно заполнять себя энергией. Мы не можем же даже и увидеть человека, который бы нам не соответствовал. Конечно. Вот это вот очень хорошая сейчас заметочка была от Алёны. Мы всегда притягиваем людей, неважно каких, которые как в зеркале показывают нас. Это всё, что мы вокруг видим, это такая часть нас, да, просто как в отражении, в зеркале этого мира. И мы можем быть такими. Мы можем быть любыми с вами. Просто шаблоны мышления наши, вечно, которые мы себе убеждения навязываем. Говорим о том, что да куда мне там до него, куда мне там до денег. Да я уже больная, старая, и уже всё. Мне уже не до этого. Я уже ничего не смогу. Энергии нет. Так энергии у вас и нет, потому что вы всё время себя останавливаете. Как заполнять себя энергией? Мы не можем энергию получить извне. Мы можем её только генерировать. Но на протяжении всей жизни человек энергию только тратит. Ну как тратит? Замораживает. Он её не тратит, он её замораживает, и ему кажется, что у него её становится меньше. Просто он не использует её. Её можно множить, увеличивать, генерировать её любовью в своём сердце. Вот книжка про «Исцелить нельзя игнорировать» как раз-таки про энергию, про любовь. Если вы её почитаете, вы поймёте. В двух словах. Когда вы что-то пожелали, ваша инская, женская, внутренняя энергия женская, что-то захотела. Женская энергия — это желать и принимать. Вы что-то захотели. В физическом мире этого нету. Потому что вы этого захотели, ну, соответственно, значит, этого нету. Потому что если бы это было, вы бы этого уже не хотели. Вы что-то захотели, и в этот же миг вы сгенерировали столько энергии на это желание, сколько нужно для его воплощения в физический мир. То есть мы живём в двух мирах одновременно. В физическом мире, где есть реальные объекты, которые можно потрогать, ощутить чувствами. А есть мир наш внутренний, который мы не можем ощутить. И вот мы не есть физический мир. Мы есть внутренний мир. И вот у нас генерировалось столько энергии на существование нашего желания, сколько необходимо. Энергия — это просто, можно её назвать, любовь, энергия любви. Энергия — это способ перетаскивания вашего желания в физическую, материальную сущность. Как только вы её перетащили, она не появлялась ниоткуда и не заканчивалась. Просто она возродилась вашими мыслями. Вашим желаниям. Вы её перетащили в физический мир и создали какой-то объект, чего-то там вы захотели, который можно ощупать или который нельзя. Но в любом случае в физическом мире то, что имеет слово, обозначение, вы это перетащили. И вот эта энергия — это просто движение, это перемена. С желания, которое возникло в физический мир. Вот этот способ перетащить это действие, энергия — это действие. Это не какой-то материал, это просто действие. Вот если вы совершили действие в сторону вашего желания, тогда это осуществится во внешнем мире. То есть получается, вы свою ёмкость заполнили этой энергией, то есть заполнили движением, сделали какую-то перемену, сделали какое-то действие. Энергия равно действию, можно так сказать. Если у вас возник шаблон, когда у вас было желание, что «я не могу это сейчас сделать, я потом это сделаю, у меня не получится, у меня нет на это сил, нет на это навыков, у меня нет для этого каких-то ресурсов». То есть как только у вас появилась любая мысль или мысли о том, что вы почему-то не можете сделать действие для осуществления вашего желания, то эта энергия в замороженном состоянии отражается в картине мира физического как долг, как минус, как убыток. У кого какие формочки сознания, тот этот убыток увидит в виде минус здоровья, минус кредит, ипотека, долг вам должны, украли, потеряли. У вас в жизни что-то ушло. То есть как только у вас появилось желание, у вас есть все ресурсы, есть воля, есть силы, у вас есть всё для того, чтобы оно осуществилось. И как только вы подумали о том, что это невозможно, о том, как вы подумали любую отговорку, чтобы не сделать первый шаг для осуществления вашего желания, вы образовали долг. Ну вот это минус энергии. Вам кажется, что у вас нет энергии, нет ресурсов, нет этого. Вам просто кажется. Это когда вы чувствуете, что у вас энергии мало, это вы чувствуете, что вы просто бездействуете, вы ничего не делаете. У вас есть желания, а вы не исполнили их, вы не сделали шаг. Можно даже ничего не делать и не совершать никаких действий. Вам просто нельзя думать о том, что это невозможно. Вам нельзя думать, что не нужно осуществлять его. Вам нельзя думать о том, что отложу его на потом. То есть импульс появился, если вы его не осуществили, всё, это минус, и вы чувствуете опустошение, нет энергии. Нет энергии — это нет действия, значит. Вы в физическом мире не должны идти рвать когти и пытаться воплотить своё желание. Оно осуществится само собой, как только вы уберёте всё, что мешает этому осуществиться. А мешает этому осуществиться только мысли, только мысли о том, что я это не могу, мне не получится, я не знаю, а нужно, а стыдно, а больно, а вдруг на меня не так посмотрят, а вдруг осудят, а вдруг я получу критику. Как только вы подумали, что то, что я сейчас перечислила, или ещё куча других шаблонов, вы себя остановили. И эта энергия, она же никуда не девается, она всегда с вами. Вся сила всегда с вами, воля всегда с вами, вся энергия мира всегда с вами, все ресурсы всегда с вами. Вы просто либо их используете, либо нет. Если вы их не используете, внешний мир вам показывает долг, болезнь. Боль — это сигнал, что вы не использовали ресурс своего желания, то есть вы себя остановили мыслями. Любая болезнь, вот начала первые эфиры, книжка об этом, любая поломка машины, любой кредит, любой налог, любая хрень в этой жизни — это то, что вы подумали, у вас был импульс, а вы себя стормознули и сказали, я не буду это делать, потому что меня распритекуют. А если я не так сделаю? Да какая разница, как вы это сделаете? Если у вас есть импульс, вы должны просто хотя бы лечь в сторону этого желания и сказать себе, «Да я не знаю, как я это сделаю, я не знаю, как это получится, я не знаю, что будет». Мне просто интересно понаблюдать, как это осуществится. Как только вы разрешили себе понаблюдать, что невозможно и возможно, это воплотится сразу. У вас не будет долга. Все проблемы ваши со здоровьем, в теле, в отношениях, с деньгами, везде, только ваши мысли о том, что это плохо. И все эти проблемы — это просто сигнал, что вы подавили в себе желания. Вы исполняете желания других людей, вы исполняете желания, которые не нужны, они навязаны вами, с социумом, допустим, рекламой или ещё чем-то. Вы не нужны. Вы не исполняете свои истинные желания. Вы не слушаете себя. Вы не слышите своих желаний души. Душе не нужно ничего материального. Душе никогда не нужно ничего физического. Душе нужны чувства, эмоции, испытывать любовь, гармонию, лёгкость, развитие. Душе нужны нематериальные вещи. А вы гоняетесь за материальным. Так когда вы себе даёте то, что хочет душа, ваше материальное априори обрастает вокруг вас, как побочный эффект, можно так сказать. То есть как только вы что-то захотели и сказали себе, пофиг как, понаблюдая, это уже осуществилось, мне вот интересно это кино посмотреть, как оно сейчас это сложится. Мне интересен процесс. Я не хочу много денег, не хочу машину, не хочу отношений, не хочу ребёнка, ничего не хочу. Мне просто интересно, как вот это осуществляется, потому что я просто играюсь в эту игру, в эту матрицу, потому что во-первых, вообще мира нету, это иллюзия, всё прокручивается в вашей башке. Каждый человек, каждая травинка, каждая песчинка — это проекция клеток вашего головного мозга. И вы же не живёте в физическом мире, вы его ощущаете, но его не существует. Это всё в вашей голове. Любая мысль, материально, любая. И если у вашей жизни чего-то нет, это значит, вы себя просто стормозили какими-то отговорками, потому что этого не может быть. Да как этого не может быть? В прошлом всегда чего-то не было, а в настоящем оно осуществилось. Если какой-то смельчак вдруг скажет себе, что невозможно, это возможно, то он это осуществит. Когда на приколе всё офигенно, только чуть важности, всё сливается. Конечно, надо воспринимать мир и все ваши желания как подсказки, образы тех чувств, которые вы хотите. Например, если вы хотите машину, спросите, а какие чувства стоят за машиной, что на самом деле хочет моя душа? Я не машину хочу. Ну вот дом вы хотели, ну купили вы дом, живёте в этом доме, что счастливы? Или вы там квартиру хотели, купили? Вот есть квартира. Вы всегда всем недовольны. Вы спросите себя, когда вы желаете какое-то желание, а какие чувства стоят за этим желанием, что именно я на самом деле хочу получить, что душа моя хочет испытать, получая вот это вот. И вы поймёте, что за машиной совершенно не машина стоит, а какие-то чувства. И вы в этот момент осознаете, что эти чувства вы можете себе дать вне зависимости, есть у вас эта машина или нет. Потому что чувства внутри вас всегда были, вы просто на них не обращаете внимания. Но как только вы на них обратили, вы себе их даёте. Но как только эти чувства вы испытали, эти чувства сразу воплощаются в материальный мир и у вас машина. Так, почитаю я. Смотрю тебя года два, и сегодня я чувствую то, о чём ты говоришь. То есть два года ты не понимала. Очень интересно. Вот я думаю, подойду, просто скажу, просто скажу, что меня не будет, пофиг на вас, я поехала. Ты про крышу, что ли, я не перелала? А, про университет. Нам всегда нужно идти в наше желание, просто разрешая себе их осуществить в башке. Не обязательно идти и что-то делать. Нужно просто перестать мешать исполнению этих желаний. А мешаем мы своими мыслями. Вот вы хотите петь, пойте. У вас есть воля выбрать петь или испытывать чувство стыда и не петь. У вас есть выбор, у вас всегда есть выбор. И вы, если выбрали не петь и испытывать чувство стыда, примите этот выбор тогда. И хватит ныть. Вы сами выбрали не петь. Либо вы сделаете это и получите ощущение энергии. То есть, когда вы выполняете какое-то действие по желанию, по интересу, вы ощущаете эту энергию. Энергии нету, её вообще не существует. Это просто чувство, что вы делаете действие и не запрещаете себе его делать мыслями. Как только вы позволили себе, мне вот интересно, как это невозможно осуществить, включили интерес и без всяких отговорок. Надо это, не надо, нужно это, не нужно, а что будет, а принесёт ли это вам счастье или не принесёт, а что скажут люди, а что подумают, а что будет дальше. Вот если вы эти мысли убираете в своей голове, в своей голове, то никакие препятствия вашему желанию больше не мешают. И ваши желания исполняются. Мы с вами творцы, мы творим своими желаниями. Вот женская энергия, женская энергия, да, это желание, оно, эта энергия рождает уже своим желанием тот объём энергии для осуществления его в физическом мире. А творец внутренний, это мужская энергия, мы с вами состоим из энергии, это действие, это мочь, это сделать выбор и проявить свою волю, не отговаривать себя от осуществления этого желания, потому что потому. То есть это не физическое действие, это воля и выбор не отговаривать, ещё раз скажу, себя, что почему-то я не могу это сделать. Я могу, я не знаю, как, мне интересно, буду пробовать, буду пробовать миллиарды раз, как ребёнок пробует миллиарды раз, ходить, держать ложку, говорить, он пробует. Если он перестанет пробовать на сотый раз, упадёт и скажет, всё, я не могу, он вырастет овощем, он не будет взрослым, он так и не научится ходить и говорить и самостоятельно кушать. Так почему вы, взрослые люди, позволяете себе отговаривать себя, учиться ходить, учиться что-то делать? Вы просто перестаньте себя отговаривать. это и есть проявление выбора мужской энергии, мочь. Я могу и всё, интересно, ничего не мешая, никакие мысли в голове, не допуская себе о том, что это невозможно, не получится, и не так получится, некрасиво получится, неудобно получится, без стыда, вины и тому подобного. Если ничего не мешает, ваше желание воплощается. Хоть какая-нибудь мысль проскользнет в вашей голове о том, что этого невозможно сделать, потому что у меня нет денег, это отговорка. Не важно, что у вас нет денег, вам придут и дадут. Люди наши ресурсы, не деньги нам приносят наше желание, а люди. Вам подарят, на голову свалится. Вы перейдёте в другое измерение. Мы каждую долю секунды 400 раз переходим в измерение с разной частотой, где в одном измерении что-то есть, в другом что-то нет. Вы просто творите прошлое, которое подтягивается под настоящее. В данный момент, с точки здесь, сейчас. Как только вы избавите свою голову от отговорок, любых, все ваши желания будут исполняться по щелчку пальцев. И это не пустой звук, это работает, это уже испытано многими. Просто найдите причины, почему у меня что-то не осуществляется. И как только вы найдёте причины и выгоды, почему вы этого не хотите, чтобы это исполнялось, рассудите в своей голове, а с чего я так решил? У меня был прошлый опыт, но окей, это же был прошлый опыт. Ни одной песчинки в этом мире нету, похожей. Тот опыт не может повториться, пока я сам целенаправленный не хочу, чтобы он повторялся. У вас всегда будет по-разному, даже если вы будете делать одинаковые вещи. Поэтому просто рассудите и доведите до абсурдности ваши отговорки. У меня нет денег. Да ну и похрен, что у меня нет денег. Я же не денег хочу, я хочу желания, осуществления. А как оно осуществится? Я творец, я понаблюдаю, мне интересно. Вы просто включаете внутреннего наблюдателя, но без ожидания. Не надо ожидать, что там что-то осуществится. Оно осуществится само, когда вы всё это отпустите. И ещё раз говорю, вам не желания нужны физические. Вам нужно испытывать чувства, которые даёт ваше желание. Потому что когда вы достигаете физических вещей, вы всегда будете неудовлетворены, потому что вы не получите то, что вы на самом деле хотели. Мы все хотим любви, мы все хотим гармонии, мы все хотим счастья, мы все хотим лёгкости, свободы и тому подобное. Очень много чему хотим. Но при этом все секунды нашего мира мы тратим на достижение материальных вещей, которые и так, посмотрите, в нашем мире всё есть. У вас есть стены, где вы живёте, у вас есть ноги, которыми вы ходите по земле, у вас есть люди, у вас есть одежда, неважно какая и какая там надпись и какой это бренд, у вас всё есть, но вы ничего не цените, ничего не замечаете, не получаете от этого удовольствия. И вот про удовольствие. Женская энергия желать, вы пожелали, всё, у вас есть ресурсы, воля, энергия, сила, всё есть. И мужская энергия, которая стоит на том, что да, это осуществится, я не знаю, как, мне интересно. Я же творец, зачем мне придумывать, как это осуществится? Все наилучшие пути мой мозг не знает, мой мозг опирается только на прошлое, но в прошлом же у меня этого не было, значит, мой мозг не знает, как этого достичь. Зачем мне слушать свой ум и придумывать ходы исполнения желания, если он ни хрена не знает, что я там придумаю? ваш мозг в прошлом всегда, на прошлом опыте. Прошлый опыт не достиг вам того желания, которого вы желаете. Поэтому отпустите ваш ум и наблюдайте, новые пути и дорожки сразу приведут вас к желаемому. То есть мужская энергия это стоять на своей воле, наблюдать исполнение желания и не отговаривать себя от того, что почему-то это может не случиться. Когда мужская и женская энергия в гармонии, женщина желает, мужчина воплощает. Просто с фокусом внимания мужчина воплощает. У вас рождается ребёнок. Ребёнок это радость. Радость это то чувство, которое и оцелетворяет любовь. В теле физическом мы чувствуем дофамин, гормон радости. И вот этот гормон радости, когда мы его испытываем, это индикатор того, что вы наполнены энергией, которой нет. Вы просто ощущаете действие, что вы делаете по своему желанию. Понимаете? Но когда мы жрём химию, как крокодилы жрём, глотаем просто как кашелоты. Вся еда, которая вокруг нас творится в этих магазинах, пищепром, лекарства, бады, витамины, любую химию, мы получаем дофамин с едой. То есть мы радость, настоящую энергию действия заменили жратвой. Раньше, когда просто это шаблон, такого тоже не было. Но представьте, в истории изучали. Людям, чтобы добыть свою пищу, они шли, рубили деревья, делали копья, собирались толпой, что-то делали, охотились, забивали тигра, медведя, кого угодно, животных, готовили, сдирали шкуры. они выполняли очень много, у них желание поесть, они для этого выполняли очень много действий. И когда они этого достигали, они получали счастье. А сейчас какое счастье? Мы не делаем никаких действий. Мы просто открыли холодильник, протянули руку и сожрали, как крокодилу, какую-то химозу. Мы получили свой дофамин без действий. Бездействий нет энергии. Энергия это и есть действие. Мы полностью с вами обленились настолько, что вот еду сожрали химическую, мы уже ничего не хотим делать, нам лень, мы уже не можем думать. Дофамина желания действовать у нас нету. Дофамина это желание действовать, желание получить радость от действий. Радость получается только тогда, когда мы захотели что-то по импульсу и сделали. Только тогда есть настоящая радость, действия, перемены. Вот это перемена это есть энергия. Энергия есть перемены, есть деньги. Есть ресурсы, блага и мы не болеем. Но как мы можем иметь эту энергию, как мы можем иметь счастье, радость, если мы ничего не делаем? Мы себя отговариваем всё время от действий, потому что что-то там не получится, чего-то там не хватает ума, навыков, хорошей работы, внешности, тела, денег, что угодно. У нас всё время куча отговорок, мы ничего не делаем. Гормон счастья где-то надо получать, мы едим эту химозу, жратву, всё, дофамин получили, и у нас нет желания. То есть мы своим мозгом уже не можем наполняться энергией, потому что мы не хотим. У нас нет желания, потому что энергия рождается во время желания. А откуда у нас возьмётся энергия, если нет желаний? Когда мы поели, желаний нет. Еда для человека вообще не нужна. Намешалось сейчас всё сюда в кучу, но может у вас что-то провалится. Для энергии, для жизнеспособности тела еда не нужна. Мы живём, потому что нам это навязано социумом. Мы размножаем себе грибы, микрофлору, и кормим её, а не своё тело. В книге тоже исцелить свою душу, болезни, любовь. Много очень про еду расписано, почему, как это работает. Переходите на другое питание, это первое. Второе, работайте с мышлением. Книга про мышление и питание как раз таки исцелить нельзя, игнорировать. И написано для вас, всё, что я вам сказала, там вот прям всё вот так описано пошаговую инструкцию, просто берите, купите.